Мой собеседник Серебусын Абдильдин, известный политический и общественный деятель Казахстана, как его еще называют, патриарх казахстанской политики. Последние 14 лет он возглавлял оппозиционную коммунистическую партию Казахстана, но на днях Серебусын Абдильдаевич принял решение сложить себя в полномочия в пользу однопартии Загазиза Алдамжарова. Чем руководствовался Серебусын Абдильдин, принимая это решение, и как оно отразится на деятельности, как самой партии, так и в целом казахстанской политики. Об этом в нашей следующей беседе. Здравствуйте, Серебусын Абдильдаевич. Добрый день. С чем связано это решение? Почему вы решили уйти? — Прежде всего, мы не хотели бы политизировать естественный процесс. Смена руководства везде приемлема, в том числе и в политических партиях. Я довольно долго возглавлял эту партию. По большому счету, трудности на лицо были, есть и будут. — Серебусын Абдильдаевич, как вы думаете, партия во главе с Казизом Алдамжаровым будет отличаться от той коммунистической партии, которую возглавляли вы? — Я не думаю, что основные базовые наши принципы будут подвергаться к изменению, но текущая работа, как правило, зависит от активности первого руководителя. В этом отношении я рассчитываю на активность Алдамжарова. — Вопрос напрашивается такой, вот какое наследство вы передаете своему преемнику? — Если по пальцам, то когда я в 1996 году принял партию, у нас офис был 12 квадратных метров в Доме Демократии, один старый стол, несколько стульев и отключенный телефон из-за неуплаты. А сейчас Коммунистическая партия имеет рабочее место. В одном из них вы находитесь в офисе. Но по большому счету сейчас партия относительно находится на хорошем уровне. Это наследие совершенно определенно оценивается всеми членами и активами нашей партии. Я считаю, что дальше будет наращиваться возможность в условиях работы Коммунистической партии. — А если говорить о позициях, которые занимает Коммунистическая партия на Казахстанском политическом поле? — Это довольно легкий, но довольно трудный ответ может вопрос иметь. Во-первых, я исхожу из того, что все аналитики, в том числе и журналисты, говорят, что все партии на одно лицо, их программы ничем не отличаются. Об одном и том же они говорят, но это относится, может быть, к буржуазным партиям, которые воспевают культ нынешнего президента и принимают капиталистический строй и присущие политическую систему власти к этому строю. А у нас совершенно другая программа. Мы боремся за свободное общество. Мы его называем социализмом 21 века. И совершенно определенно, политика и программа целей партии двух систем должны отличаться. Это надо просто нам пояснять, многим слушателям и тем критикам, которые довольно скептически относятся к партии. — Идеи социализма сегодня близки молодому поколению казахстанцев. Как, так скажем, эта аудитория представлена вашей партии? — И у нас в Коммунистической партии есть молодежный блок, они совершенно определенно не хуже нас разбираются принципы строительства социализма. И в мировой политике вообще-то к социализму и к идее коммунизма сейчас новый поворот сделан. Это очень сильно потрясло глобальный кризис, крушение капиталистического подхода ведения и крушение лояльной системы управления, и крушение лояльного рынка. — Вы, Сергусин Амбельтаевич, не раз в своих заявлениях, в своих интервью призывали действующего главу государства дать дорогу молодым. Вот, в связи с этим вопрос, когда вы принимали решение о том, кого представить, какого кандидата представить на этот пост на пленуме, то есть вы не думали о более молодом, зрелом, достаточно опытном политике, который, возможно, дал бы новый импульс развитию вашей партии? — У нас в проекте был Тулин Токтасынов. Но в 2007 году он попросил пару лет для создания материальной базы партии, и потом случилось так, что он вынужден был уехать из Казахстана из-за преследования режима. И, к сожалению, и вариант он задержался. Но сейчас, в принципе, если вот по возрасту оценку давать, Калдамжаровна 12 лет моложе меня. И это тоже надо воспринимать так, что смена логически подтвержденная и воспринятая нашим активом. Но время не стоит на месте, у нас и молодые кадры есть. Тот же Токтасынов завтра может вернуться, он является секретарем ЦК. У нас есть член бюро, довольно активная женщина, оселью ее зовут лет 30. У нас есть первый секретарь горкома, член бюро, Пашхаров, 28 лет ему. Это говорит о том, что резерв есть. Кому ввести активную нагрузку партии есть. Поэтому мы считаем, что сейчас подходящей кандидатурой оказался в Азииском Азии.